Новый год, 2012, что вы ожидаете? Может какие-то у вас есть новые, там не знаю, шутки? Что вы сочинили? Может у вас есть какие-то новые идеи, о которых вы хотите поделиться? Вы делитесь вверх по марту. Какой-то очень большой вопрос, я уже в середине забыл начало. Что-то по поводу нового года, да, что я советую. Ну, я не люблю повторяться, но тут меня уже поймало радио Балтика, я так сходу сказал и шел сюда пешком от метро. И вот это отсутствие белого цвета, свет, вот это депрессивное небо, которое лежит буквально у тебя на плечах и придавливает себя. Так что явно, что климат меняется. Так уже давайте мы будем надеяться, что он поменяется настолько, что у нас уже будет, наконец, все время тепло, будет солнце, будет не только белые ночи, но и белые дни. И тогда мы вместо водки начнем пить вино, петь песни, что может мы станем таким южным, веселым народом, и перестанем быть тем мрачным, но замечательным питерским народом, который мы представляем из себя сегодня. Вот что я честно говорил, это ваше дело понять. Расскажите, пожалуйста, как вы отмечаете Новый год, если это не секрет? Там у меня было одно Нового, я, кстати, ходил действительно позади, когда сын был маленький, он уже первый класс, он уже буковки знал, я делал такие вещи, я покупал какие-то подарочки незамысловатые, прятал их в разных местах квартиры, и он находил записочки по себе на одну, вторую, третью. Во-первых, он их читал, во-вторых, я с каким-то юмором что-то там писал, и вот сам процесс нахождения подарков вращался к какой-то игрой, когда он наконец-то находил там машинку или там шоколадку, она уже была более значима, чем если просто так сунуть или дать мешки. Поэтому вот эти вот игры с детишками, они очень хорошо на это откликаются. Да и жена была довольна, потому что где-то у меня сохранились, очень забавно я писал какие-то инструкции, как пользоваться расческой, ну какой-то текст, который, ну из ничего, вот у нас получался праздник. Я помню, что тогда возможности финансовые было гораздо меньше, а результаты были гораздо выше. А вот скажите, пожалуйста, это вопрос для всех участников сегодняшнего стола, расскажите для вас вот какой сам запоминающийся год, который вы помните, вот как вот вы провели, может какие-то, не знаю, торжественные какие-то случаи происходили у вас в жизни, какой-то определенный момент, вот самый счастливый для вас в жизни. Расскажите, пожалуйста, Татьяна, Марина. Ну, я, наверное, буду оригинальнее в том, что, наверное, 12-й год – это первый год, который я приведусь с семьей, потому что, как правило, в силу бизнес-процессов я уже на протяжении как минимум 5 лет справляю Новый год на 20-й площади.